Меня зовут Саша, я ГУЛЭНГ-девелопер и недавно был в Минске на конференции по ГУЛЭНГу. И один из докладчиков там рассказывал о алгоритмах консенсуса. Меня эта тема очень зацепила, заинтересовала. Я решил с вами поделиться некоторой информацией об одном из алгоритмов консенсуса, одном из, наверное, самых популярных, который называется RAFT. Вот, о чем мы будем сегодня говорить. Вот краткий план выступления моего. Так, поехали с самого начала. Значит, сначала я хочу рассказать, почему, мне кажется, ГУЛЭНГ является очень хорошим языком для написания распределенных систем. Для меня ГУЛЭНГ – отличный дата-ориентированный системный язык, который обеспечивает сочетание высокоуровневой и низкоуровневой функциональности. И в данном контексте, как мне кажется, есть четыре основных составляющих, почему он является оптимальным для распределенных систем. Во-первых, это отличная стандартная библиотека, которая покрывает 80%, наверное, всех кейсов. Она имеет целый каркас удобных интерфейсов для построения отказоустойчивых систем. Имеет отличную поддержку логирования и очень много ГУЛЭНГ встроенных. Дальше, конкуренси модель имеет очень много встроенных, простых, понятных конкуренси примитивов, которые позволяют создавать простые, взаимно неблокирующие архитектуры. Нетворкинг. Очень классные RESTful WebSocket интерфейсы, HTTP, NET package, сам по себе очень классный. Имеется нативная клауд-поддержка и можно даже получить прямой доступ к сокетам операционной системы. Вот. И немаловажный Garbage Collector, который, его устройство позволяет получить низкие латенси при высоких нагрузках, очень маленький хип-оверхед, распределение пауз и можно его еще и тюнить немного. Вот. И я тут привел в конце высказывание Роба Пайка, которое, мне кажется, подходит в данном контексте. Он говорил о том, что GoLang – это распределенное мышление для распределенного программирования. Вот. Пойдем дальше. Дальше я расскажу вкратце вообще, что такое консенсус и распределенные системы. Сами распределенные системы включают в себя разнообразные навыки и очень большой набор концепций. Но в общем смысле распределенная система представляет собой систему, состоящую из нескольких программных компонентов, которые находятся на нескольких удаленных хостах, могут связываться друг с другом, координировать свои действия и работать как единая система. То есть компьютеры, которые находятся в этой системе, могут быть физически распределены в любой точке мира находиться. Главные задачи распределенной системы – это data consistency, availability, resistance, interpretation и coordination. Что они подразумевают? Data consistency подразумевает, что на всех узлах системы в один и тот же момент времени данные не противоречат друг другу. Availability – это означает, что любой запрос с любого клиента, отправленный к распределенной системе, заканчивается правильным ответом. Противостояние к разделению означает то, что даже если какая-то часть кластера распределенной системы упала, отказалась от дальнейшего взаимодействия, это не приводит к неправильным ответам или отказу всей системы. И координация – это подразумевает успешную координацию проведения независимых частей распределенного алгоритма в случае сбоев и ненадежных коммуникаций. Дальше вкратце, какие основные проблемы стоят перед распределенной системой. Самая основная – это консенсус. Тут подразумеваются алгоритмы консенсуса, пытаются решить проблему, когда процессы согласовывают между собой и принимают какое-то единое решение. Атомарные коммиты подразумевают операции, в которых определяется набор изменений как одна операция. Если коммит успешно завершен, то это значит, что все изменения приняты на всех точках распределенного кластера. Масштабируемость распределенной системы подразумевает то, что распределенные системы должны работать эффективно в разных масштабах. Начиная от маленьких подсетей и заканчивая глобальным интернетом, глобальными какими-то соединениями. То есть система может как терять свои точки обработки информации, так и безболезненно добавлять новые. Дальше выборы лидера. Выборы лидера – процесс в распределенной системе, при котором происходят выборы между всеми доступными на сейчас точками распределенной системы и выборы между ними лидера, который будет ответственен за коммит всех изменений. Надежная передача данных подразумевает под собой передачу сообщений нескольким узлам, которые могут являться проблемой в распределенных вычислениях, потому что узлы могут испытывать сбои при приеме, отправки сообщений, могут быть непредвиденные тайм-ауты и так далее. Дальше репликации. Репликации включают обмен информацией, которая обеспечивает согласованность между избыточными ресурсами, такими как программные или аппаратные компоненты, для повышения отказоустойчивости и доступности. Открытость системы означает, что система может расширяться и повторно внедрять в себя компоненты различными способами. Открытость в первую очередь определяется, в какой степени могут быть добавлены новые узлы совместного использования ресурсов и доступность этих узлов для конечного клиента. Дальше безопасность. Безопасность подразумевает, что многие ресурсы, которые предоставляются в распределенных системах, имеют высокую ценность для пользователя, поэтому их безопасность и конфиденциальность крайне важны. Дальше transparency обозначает, что прозрачность может быть в распределенных системах достигнута на двух уровнях. Проще всего это сделать, когда консенсус скрывается от конечного пользователя и протокол консенсуса не виден в сети тем, кто использует этот протокол. Надежность. Надежность, как одна из первоначальных целей создания распределенных систем, имеет под собой цель создания системы, при которой весь кластер работает как единый механизм и отказ одной машины не влияет на доступность всего кластера. Ну, одной машины или нескольких. Ну и concurrency обозначает, что все процессы в распределенной системе могут общаться со всеми клиентами, и поэтому существует вероятность, что несколько клиентов могут совершить попытку получить доступ к совместно используемому ресурсу. И эту проблему тоже нужно решать. Так, дальше. Дальше, как бы, консенсус. Это фундаментальная и основополагающая проблема всех отказоустойчивых распределенных систем, и он необходим для обеспечения надежности системы при наличии ряда ошибочных процессов. Консенсус. Консенсус включает в себя, как бы, следующие составляющие, или, как бы, протокол консенсуса должен содержать следующие требования. Termination. То есть, каждый правильный процесс принимает какое-то значение. Integrity означает, что если все правильные процессы предлагают одно и то же значение, то любой правильный процесс примет то же значение. Validity означает, что если процессы принимают какое-то значение, то это значение должно быть предложено кворумом правильных процессов. Агримент означает, что каждый правильный процесс должен согласовывать одно и то же правильное решение. Составные части протокола консенсуса. В общем смысле, то есть есть разные интерпретации протоколов, но в общем смысле, наверное, в каждой из протоколов содержат вот такие составные части. Первый – это клиент, он отправляет запросы в систему и ждет ответа. Пропоузер принимает запрос клиента и делает в системе предложения о принятии какого-то значения. Кворум – это группа процессов, группа избирателей, которые обеспечивают выборы, обеспечивают отказоустойчивость в принципе системы. Слушатель узнает о предлагаемом изменении и может либо закоммитить у себя это изменение, либо ответить отказом. Процесс – это просто как программный код, участник системы, который выполняет одну или несколько выше приведенных ролей. Дальше. Реплицированное состояние машин – это способ реализации отказоустойчивой системы путем репликации серверов и координации взаимодействия клиента с репликами сервера. Конечный автомат – это абстрактный автомат, число возможных внутренних состояний, которого конечно. Я сейчас хочу остановиться чуть-чуть подробнее на двух последних составляющих, потому что они довольно, как по мне, непонятные и тяжелые для понимания. Чуть-чуть подробнее объясню. Что такое реплицированное состояние машин? Все алгоритмы консенсуса обычно возникают в контексте создания системы репликации машинных состояний. Этот подход дает возможность обеспечить идентичность данных и непрерывность работы, даже если несколько серверов в кластере отказались работать. Что подразумевается под собой реплицированное состояние машин? То есть это подразумевается, что есть некий лог, который существует на каждой машине кластера, и в этот лог непрерывно дописываются какие-то значения, которые согласовало большинство. То есть и в общем смысле, ну как бы мы там потом, я расскажу различные варианты развития событий, но в общем смысле на всех машинах кластера вот этот вот лог записей, он идентичен. Поэтому если какая-то машина вдруг перестала отвечать, то все остальные могут продолжать работать, потому что у них сохраняется вот этот лог. Так, дальше конечный автомат. Конечный автомат это абстрактный автомат число возможных внутренних состояний, которые в оконечном. Ну как бы это суть, так скажем, построения правильного протокола консенсуса. То есть это как модель такая, которая позволяет реализовать любой наперед заданный алгоритм. То есть автономный, например, конечный автомат начинается с некоторого такта и может генерировать какую-то последовательность дальнейших действий. То есть он может там принять какое-то значение, проверить, допустим, правильное ли оно, если правильное, ответить так, если неправильное, ответить по-другому. Ну и так далее. И вот так вот действовать в пределах вот этого заданного абстрактного автомата. Теперь перейдем дальше. Вот здесь я хотел просто быстро привести и рассказать о вообще существующих алгоритмах консенсуса, какие есть популярные, так скажем. И краткое ревью их сделать. Вообще в общем смысле можно, если очень грубо, разделить алгоритмы консенсуса, которые используются сейчас в блокчейне и все остальные. Для начала те, которые не используются в блокчейне. Самый известный алгоритм это Paxos. Он как бы является основой для всех остальных алгоритмов консенсуса. Был, придумал, предложен Лесли Лапортом. И, что самое главное, он был теоретически доказан. То есть его работоспособность была доказана теоретически. Ну, из популярных реализаций. Google Spanner его использует. Dozer, Clustrix, Neo4JS. Из минусов он очень тяжел для понимания. И его очень тяжело имплементировать в какой-то реальной архитектуре. Дальше. Conflict-free related data type. Это такой алгоритм консенсуса, который решается обеспечением сильной взаимной согласованности. То есть все состояния машин монотонно прогрессируют. То есть вот эти логи, о которых я говорил. То есть нет возможности откатить какие-то состояния. То есть операции нельзя вернуть, нельзя откатить. Ну, в общем, вот это его основная суть. Я не буду как бы углубляться в каждый из этих алгоритмов, потому что расскажу про RAFT более подробно. Так, популярные реализации есть у Redis, у SoundCloud и так далее. Кстати, все ссылочки кликабельные и картинки можно потом будет поклацать. Там куча информации я добавил к клинке. Так, BFT. Это дальше пойдут алгоритмы, которые используются в блокчейне. BFT – это довольно сложная концепция реализации алгоритма. Но вкратце она позволяет каким-либо валидаторам управлять состоянием сети и обмениваться сообщениями, таким образом обеспечивая целостность и правильную версию транзакции. Как бы он тоже довольно сложный для построения, но вот есть некоторые примеры его реализации у Hyperledger, Dispatch, Ripple. Что у него, это же плохо, что у него очень плохая масштабируемость и высокая централизация. Следующий очень известный алгоритм – Proof-of-Work используется в биткоине и эфире. Как бы из плюсов, основных его плюсов, то, что он с 2009 года работает и успешно работает, и доказал на практике, что он действенен. Его суть в том, что все валидаторы исполняют какую-то работу, которую можно проверить и таким образом прийти к консенсусу. Дальше – Proof-of-Stake. Proof-of-Stake – тоже на сегодня довольно новый алгоритм, начал использоваться в блокчейне. Здесь валидируются ставки, доля участников, которые находятся в распределенной системе. В зависимости от этих ставок принимается решение о консистентности тех или иных данных. Из его плюсов он менее децентрализирован, его проще реализовать, но, несмотря на то, что он в некоторых проектах уже реализован, нет никаких пока практических долгосрочных доказательств того, что он эффективно работает. Дальше – Delegate Proof-of-Stake. Он очень похож на алгоритм Proof-of-Stake, стоит только разницей, что эндпоинты распределенной системы не голосуют сами, а делегируют свой голос другим блокам, которые выбирают правильное состояние. Он реализован, из самого известного он в ЭОСе реализован, если кто-то слышал, из плюсов у него дешевые транзакции и большая масштабируемость, но он частично централизирован. Direct-Acyclic Graph – это форма консенсуса или алгоритм консенсуса, который не использует структуру блок-цепи, но создает асинхронно направленный граф. Он очень интересный сам по себе, можно потом, кто заинтересуется, почитать, там есть ссылочка. Он тоже реализован в нескольких проектах, как IOTA, Hashgraph и так далее. Из-за его огромных плюсов то, что легко масштабировать в сеть. И вот последний алгоритм Stellar, его использует компания одноименная Stellar, она его создала на базе Paxos, он довольно новый, и он обеспечивает достижение консенсуса, не полагаясь на какую-то закрытую систему для учета транзакций, а имеет какой-то доказанный набор свойств безопасности, которые оптимизируются для обеспечения безопасной работы и оптимизируются для достижения консенсуса. Он довольно тоже сложный, если кому будет интересно, можно будет отдельно потом почитать, тут ссылки есть на него. Так, теперь перейдем непосредственно к алгоритму Raft. Значит, Raft является алгоритмом консенсуса для распределенных систем. Он эквивалентен Paxos, был основан на Paxos, но по производительности столь же эффективен, как и Paxos, но гораздо проще его понять, гораздо проще его реализовать. В целом, повышение понятности Raft заключается в том, что разделены ключевые элементы консенсуса, такие как лидер, выборы лидера, репликация и безопасность. Это обеспечивает большую степень согласованности, но уменьшает число состояний, которые нужно было бы реализовывать и учитывать в каких-то реальных кейсах. Значит, особенности. Основные особенности алгоритма Raft. Безопасные выборы. В течение определенного срока может быть выбрана не более одного лидера. И Raft использует рандомизированные таймеры для выбора лидера. Лидер Strong предполагает, что в кластере всегда существует один явный лидер, и только этот лидер определяет новые записи, отправляет новые записи на другие узлы и определяет, какие записи в итоге коммитятся. Лидер Append Only говорит о том, что лидер никогда не перезаписывает старые или не удаляет старые записи в своем журнале. Он только добавляет новые записи. Так, лидер Compendness. Это говорит о том, что если в двух журналах содержатся записи с одним и тем же индексом и одним и тем же термом, то журналы одинаковы во всех индексах до этого значения, и включая данный индекс. Я чуть-чуть дальше расскажу, что подразумевается под индексами, под термами и так далее. Log Machining подразумевает, что если запись фиксируется в журнале в определенный срок, то эта запись будет присутствовать в журналах лидеров всех следующих термов. State Machine Safety. Если узел применил запись журнала по заданному индексу на свой конечный автомат, то ни один другой узел не может применить, не будет применять другую запись для того же индекса в своем журнале. Cluster Membership. Механизм RAFTA, который предназначен для изменения набора серверов в кластере. Он использует новый подход, в котором большинство двух конфигураций перекрываются во время переходов или во время термов. Так, детали протокола. В общем смысле можно разделить в этом протоколе три действующих лица. Follower, кандидат и лидер. Follower это просто пассивный узел, который реагирует на RPC и не инициирует никаких других связей. Кандидат. Это активный узел, который пытается стать лидером, рассылает фолловерам request vote RPC и пытается стать лидером кластера. Лидер. Лидер это активный узел, который в настоящий момент времени ведет кластер, обрабатывает все запросы клиента и взаимодействуется всеми фолловерами. Значит, состояние кластера существует такое понятие, как поколение жизни, то есть это термы. Это время жизни системы в общем смысле поделено на непересекающиеся поколения неопределенной длины. Поколения нумеруются монотонно возрастающими номерами. На каждом сервере есть счетчик поколений. В начале поколения выбирается какой-то ведущий, лидер. Ведущий сохраняется в течение всего поколения. И поколение терм заканчивается, когда кто-либо инициирует выборы нового ведущего. Так, выборы ведущего. Что подразумевается под выборами ведущего? Подразумевается, что вот в начале терма выбирается какой-либо один из серверов в качестве ведущего. И пока ведущий жив, он посылает сигналы RPC всем ведомым. Если ведомый не получил в определенный момент времени пульс от ведущего, он увеличивает свой счетчик поколений на единичку, условно, и рассылает всем в кластере RPC с как бы с просьбой проголосовать за него, считая, что он должен стать лидером кластера. Выборы, в принципе, можно выиграть, проиграть или свести в ничью. Так, дальше. Репликация журнала. При поступлении новой записи от клиента ведущий записывает ее в свой журнал и рассылает запись ведомым. После успешной репликации запись утверждается у лидера и дается ответ клиенту, что запись закомичена. Если реплицируются записи с текущего поколения, то оно утверждается, как только Quorum произвел запись в своих логах. В своих сообщениях к RPC ведущий сообщает индекс последней утвержденной записи и ведомый вправе как применить у себя эту запись, так и отклонить ее. В этом смысле существует набор гарантий безопасности, которые протокол поддерживает. Например, в каждом поколении выбирается только один ведущий. Ведущий только наращивает журнал, не удаляет значения, не корректирует их никак. Идентичность журналов в какой-то конкретный терм во всем кластере существует идентичность журналов. Но вся полнота журнала находится только у ведущего в каком-то конкретном поколении. И следующий... Ой, сори. И следующий лидер выбирается из тех фолловеров, у которых полнота этого журнала такая же, как и у текущего лидера. Так, теперь немножко будет сейчас поинтересней. Мы перейдем к визуализации. К визуализации. Вот, значит, чуть-чуть... Ой, сейчас, секунду. Чуть-чуть визуализации того, что из себя, в общем-то, представляет алгоритм консенсуса и RAFT как таковой. То есть, если мы представим одну ноду как нашу единую систему, вот это она, мы можем думать о ней, что это, например, наша база данных какая-то или что-нибудь типа такого, куда мы записываем наши сообщения. Вот. И у нас, допустим, есть клиент, который отправляет этой ноде сообщение, нода записывает это сообщение, все, консенсус достигнут. Но что произойдет, если таких нод станет несколько? Это и есть проблема консенсуса. Как добиться того, что на всех нодах кластера будет сохранено одно и то же значение? Вот 8-мурочка в нашем случае. Так. Там мы пролистаем. Значит, алгоритм консенсуса RAFT как бы позволяет достичь такой согласованности. И как он работает очень схематично. Нода, как я уже говорил, может иметь три состояния. Она может быть фолловером, кандидатом и лидером. В начале работы кластера все ноды являются фолловерами. Если какой-то фолловер не получил от лидера никакого RPC, он отправляет всем остальным нодам в кластере ну, как бы предложение проголосовать за него. После чего ноды отвечают согласием и фолловер становится, кандидат становится лидером. Так. Это мы пролистаем. Ну да, это в общем смысле процесс, который только что был показан, это выборы лидера. Так происходит. И как бы, как я уже говорил, все изменения в системе происходят только через лидера. То есть, если у нас есть клиент, который отправляет какое-то значение лидеру, лидер распространяет, лидер сначала записывает это в свой журнал логов, потом распространяет это значение всем в кластере, всем нодам в кластере. Когда все, он получил от большинства нодов в кластере, что они записали у себя это значение, он у себя его коммитит и отправляет опять всем в кластере сообщение, что 5 закоммичено. И ноды могут тоже закоммитить у себя в логе это значение 5. После этого он как бы отвечает клиенту, что все окей, 5 записали. Вот это вкратце, как происходит процесс репликации. Так, теперь чуть подробно о выборах лидера. У всех нод в кластере есть так называемый тайм-аут. То есть, это рандомное время, в течение которого они должны получить какое-либо RPC от лидера. Если по истечению... Ну да, называется election-тайм-аут. Если по истечению этого времени фолловер не получил от лидера сообщение, что типа я в кластере есть, он автоматически становится кандидатом. Это значение тайм-аута может варьироваться от 150 до 300 миллисекунд. Вот тут вот у ноды B это время сейчас закончится. Она становится кандидатом и отправляет на все остальные ноды сообщение, что проголосуйте за меня, я лидер в этом терме и буду принимать решение. Все фолловеры принимают это значение. И тут важно, если у всех совпадает вот этот терм значения текущего периода жизни, так скажем, кластера, то они соглашаются, отправляют свое согласие на кандидата и кандидат становится лидером. И дальше лидер постоянно через определенные промежутки времени шлет append entries месседжи, которые просто подтверждают, дают подтверждение для фолловеров, что он в кластере есть, то есть в кластере есть лидер и от лидера нужно получать все сообщения. Да, эти сообщения называются heartbeat timeout. Ну, в общем, тут все. Вот так вот оно все происходит. Так. Да, ну это состояние происходит до того момента, пока лидер в какой-то момент не прекращает свою работу. Сейчас чуть-чуть пролистаем. Так вот сюда. Вот. Лидер в данном случае прекратил свою работу и таймауты не отсылаются на ноды. И нода A, у которой первая заканчивается таймаут election, отправляет на все остальные ноды предложение, что теперь я лидер, увеличивает свой терм типа на единичку. То есть теперь это уже второй период жизни кластера. И становится лидером кластера и начинает обрабатывать сообщения клиента. Так. Дальше. Тут тоже. Ой. Сейчас. Так. Может быть ситуация, при которой у двух нод, например, таймаут заканчивается в один и тот же промежуток времени, и они отправят на все ноды предложение проголосовать за них. В этом случае произойдет как бы распределение голосов. То есть каждая из нод получит по два голоса условно. И поскольку в кластере четыре ноды, то ни один из кандидатов не получит большинство. Это как бы приведет к тому, что нужно будет переголосовывать. То есть выбирать нового лидера. То есть опять таймаут RPC у всех запускается, опять происходит голосование. В данном случае нода C получает большинство голосов и становится новым лидером кластера в пятом торме жизни его. Так. Дальше визуально, что такое репликация логов. Как только лидер был избран, он отправляет на все ноды RPC Append Entry с месседжем. Вот в этих RPC месседжах содержится информация, ну, либо просто подтверждение того, что лидер существует, либо указание на то, что какое-то значение должно быть закомичено. Вот, например, опять же, у нас есть клиент, который отправляет какое-то значение для лидера. Лидер логирует у себя его. И в вот этих RPC сообщениях отправляет, что типа сохраните значение 5 у себя. Ноды сохраняют значение, отправляют подтверждение лидеру. Лидер у себя коммитит это значение. Ну, тут уже не показано этого, но лидер потом отправляет значение на A и B, ну, на A и C ноды, отправляет подтверждение, что я у себя закоммитил это значение. Вы можете у себя тоже закоммитить его, то есть сохранить. И отправляет клиенту ответ, что мы сохранили значение 5. Так, ну, тут дальше пример, если двоечка добавляется, как бы все то же самое происходит. То есть у лидера вот этот вот журнал логов, он постоянно сохраняется, постоянно наращивается, он не может там удаляться, корректироваться как-то или еще что-то происходить. И получается в одном жизненном цикле кластера, вот в терм-1. У всех нод и у лидера одинаковый журнал логов. Это позволяет достичь ситуации, что, например, если лидер отваливается, то здесь и здесь есть нужное состояние логов для продолжения работы кластера. Так, здесь будет визуализация того случая, если, например, наш кластер разделится на несколько частей. Вот сейчас у нас есть лидер, который отправляет значения, как бы ждет от клиента каких-то значений и, ну, в общем, вот кластер функционирует. В какой-то момент времени кластер сеперируется на А, Б и С, Д и Е. Вот так вот. Получается, вот эти вот ноды С, Д и Е оказываются без лидера, они не получают append-entry серписи, и нода С инициирует новые выборы, увеличивает свой терм и всех терм, и все ноды в этом кластере увеличивают терм на двоечку, на единичку, вернее, плюс один делают, и начинают работать дальше. Вот это нода Б и нода А. Как бы считают, что они находятся в старом кластере и, типа, работает все нормально. Но в чем безопасность такого состояния? Вот, например, предположим, что появляется второй клиент, который отправит сообщение на ноду Б. И нода Б попытается закоммитить это значение. Но поскольку они думают, что они в одном кластере, нода Б должна получить большинство ответов от всего кластера. И только тогда это значение может быть закоммичено. В противном случае оно просто будет ждать ответа от большинства и никогда его не получит. И значение 3 никогда не закоммитится, и клиенту никогда не вернется как бы неправильное значение. То есть это значение неправильное в том смысле, что оно будет закоммичено на меньшей части кластера, то есть не у большинства. Это я тут уже рассказал. Тут ситуация противоположная. Клиент отправляет на ноду C какое-то значение и нода C может его закоммитить, потому что получает большинство от кластера, три ноды голосуют условно за это значение и они сохраняют его у себя, коммитят у себя. Так, что произойдет, когда вот этот вот Network Partition перестанет действовать и вот эти две ноды добавятся в кластер? Да, нода B считает, что она лидер и отправит всем нодам Append Entries RPC, но поскольку тут уже это изменилось, у этой ноды Term был 1, а здесь у всех Term 2, то все ответят ему отказом, этой ноде ответят отказом, скажут, что у нас уже новый лидер и новый этап жизни кластера. Вот, поэтому вот эта нода, нода B и нода A примут как бы от текущего лидера Term 2 ноды C сообщение. Они увидят, что в журнал логов записана восьмерка, откатят свои изменения, потому что они не были закоммичены, то есть только закоммиченные изменения нельзя откатить. А не закоммиченные изменения, там двоечка была откатят и сохранят у себя восьмерку. Ну, в общем, как-то так. Это, в общем, все. Что я еще хотел рассказать или показать? Да, вот вместо каких-либо выводов я вот на последнем слайдике, тут тоже все картинки кликабельные, сможете потом перейти. Я хотел показать компании, которые используют алгоритм Raft в своих имплементациях. То есть тут Kubernetes, Docker Swarm, InfluxDB, etcd, Console, ZooKeeper. В общем, очень много есть различных имплементаций этого алгоритма. Можно будет посмотреть его, если кому будет интересно. И я тут еще привел тоже такие популярные имплементации, которые такие не сильно известные, но они тоже интересные. Можно будет тут тоже ссылочки. Тут в основном на Go, но если кому интересно, я добавил еще Rust, плюсы, Java, даже на Bash есть имплементация Raft и Python. Так, это все. Спасибо за внимание. Может быть, есть вопросы? Кто-то тут? Есть? Да, мы здесь. Вова, у тебя точно есть вопросы? Задай. Я тебя задам в привате. Прозвучало. Я не танцую в привате, просто. Я в другом смысле. Да, ну, в общем, это была моя первая презентация, так что, если я там чуть-чуть сбивчиво что-то рассказывал, сорян, я попытался вот в презентацию, которую вы видели, там добавить много интересных линков, ссылок, на которые можно перейти, почитать. Там, ну, реально, очень интересно. И очень много имплементаций Raft на Go есть, которые тоже, как, если, ну, не знаю, для развития код-стайла своего, что ли, можно даже посмотреть, там реально очень круто написано. Вот. That's all. Доброе, все же, дякую тебе, сори, я не міг перейднятись на початок. Ага. Так, дуже прикольный материал, я думаю, що всім, кому доводиться працювати з Raft, они не знают, до кого звертатися, потому что можно подчеркнуть информацию. Та. Та.